окей всем привет привет тем кто участвует здесь пока мы с Тимофеем вдвоем и привет тем кто будет это слушать записи мы продолжаем очень интересный разбор очень интересного интервью рава шерки на 14 канале по поводу ну диалога с представителями духовного тебя религиозного мира арабского и конкретно спрашивает рава шерки о его встрече которая была ну я не знаю называют как бы лидеры духовные лидеры сирийской оппозиции они находятся в сирии и как бы тут получал общий разговор зачем вообще с ними разговаривает какие он ставит перед собой задачи как он вообще относится к с такими такими встречами беседами считает ли он что-то межрелигиозные встречи либо он считает что-то как-то по-другому окей те кто хотят в точности послушать что было до этого пожалуйста посмотрите наше предыдущее занятие а сейчас сейчас мы начинаем разбирать дальше фраза фраза тимофей если можно ты начинаешь правильно скажите слышно да слышно достаточно быстро но по моему достаточно быстро у нас по моему было еще медленнее еще на 1 еще на 1 я думаю надо сделать вот так вот это близко к тому как это было как это перевести так текстик ушел там его можно вернуть хочешь ты открыть окрой может быть у себя этот самый или тянут его искать не он где-то здесь был так вот предложил завтра продолжим я тебя откроешь у меня он был так да все тут как-то без разделений просто подряд знаешь что я могу бросить в этот самый я не знаю есть это поможет сейчас вот сюда сейчас секунду вот здесь китовио только по русски да ты видишь видишь там одна страница открывается разделено по строчкам то есть как бы субтитры может другое бросил то что не открывается там только одно хибрио мама таразо у вас там хватай ну а смутов подожди это в текстовом файле ты можешь открыть я ставлю пока запись на секундочку там файл срт да он у тебя открывается да он говорит ну религиоза мне как бы не особо интересует да правильно но только кем дальше они фашевший баса фашевший баса фашин давар за я думаю что кем баса фашевший давар за лом уэйл и шум давар так он так он сказал что это ни о чем не говорит ну да он говорит что мне жильезный диалог и вот не интересует потому что по большому счету это никому не помогает да он говорит зэдай акар я думаю акар это в смысле выхолощенный и шаакара это женщина которая не может родить забыл как это в одно слово по-русски бездетная которая не может родить детей поэтому я думаю что он сказал акар дальше ну да что мудрецы сказали нам об этом в конце концов речь идет о диалоге о котором вообще говорили еще мудрецы что они что эшмаэль получается делают раскаяние это из фразы поступки отцов делайте так поступайте так как поступали предки про отцы правильно тогда мы можем ждать тогда мы можем ждать кто-то вмешивается еще одна из говорит ну да мы можем рассчитывать на раскаяние сейчас кто-то врывается в разговор и как это принято они хаевит ну то есть хаевит это я тебе обязан спросить по-парусь как не сказать я тебе обязан спросить в смысле что я хочу тебя спросить или мне очень хочется тебя спросить ну да должна спросить что есть что-то что улай типа бота бота это грубый грубый вульгарный но в данном случае грубый может быть не очень хорошо по-русски перевести но ты слышишь что она хочет задать вопрос который как бы так не очень не очень мягко звучит скажем так ты не понимаешь что тут есть дальше ты не понимаешь что есть наивиот чтобы говорить о чем улай да дальше Что-то немножко наивно говорить с мудрецами ислама. Ну да, она хочет сказать, тебе не кажется это вообще как бы несколько наивно вообще считать, что вот так ты приходишь, начинаешь разговаривать с этими, с мудрецами ислама, да, и продолжает фразу. Дальше. Ну да, и пробовать вернуть к раскаянию ишмаэльтян. Ну да, я думаю, что он сейчас довольно так может быть мягко, но резко ей ответит, потому что, ну, раф, как любой раф, тем более рафшек, не любит когда его как бы за наивно, я считаю, посмотрим, что какой будет развитие событий. Какой же ты вспоминал, хазан? Я говорю, что ислама, как дать бать шелая елдут, немеца ковар в Коран. А, окей. А, наверное, спрашиваю, ты не считаешь ли ты наивным, да? Ну, вот мудрецы говорили, а что ты думаешь, ты будешь как бы сейчас с ними разговаривать и ты их вернёшь. Чего? Он не так отвечает. Вот это вот район о том, что дать ислам немц... Что дать ислам немцет ковар в Коран, ацмок, кэлума... Сейчас. Секунду. Вот. Сейчас её вопрос. Вот район, район, шелеслам, кэдат ба... Так религия, ну, дочерняя, что ли? Дочерняя религия. Ну, да, правильно. Идея о том, что ислам является дочерней религией илдаизма, он находится уже в Коране. То, что как бы говорит раб, да? Дальше. Немца ковар в Коран ацмок. Он находится в самом Коране. Правильно? Дальше. Ну, конечно, она опять так принята в бульпанах, во всех, в том числе в израильском ещё больше, она его как бы перебивает на половине фразы. Она говорит, ну, хорошо, опять пытается продолжить свою линию, поддевает его, говорит, ну, хорошо, как бы ты говоришь о такой дочерней религии, которая, в общем, проглашает о том, что она пришла её заменить и отдут, да? То есть, в смысле, что она не внутри, а что она, наоборот, хочет тебя поглотить. Как бы такая идея. Правильно? Подбала Ахлиф и дальше. Он говорит, что вот эта вот идея, да? Идея, как она что-то бы с вами? Да? Я думаю, что он не отвечает, что вот эта вот идея о том, что ислам пришёл заменить и отдут, это как бы последующее наслоение. Это находится, вот написано, Анаха это предположение. Анаха это позднее. То есть он говорит, что это не изначально. Это как бы позднейшая была, была как бы идея подгонка. Дальше. Окей. Ну да. Беседа, она совсем другая. Беколи праке שנэмру в Мекке асиах в Ахлиф в Да. Беколи праке שנэмру в Мекке Ну, наэна нэмру мэкке иметься биду нэмру Мухаммед. Ну такая идея, да? Что-то ну бихоли праке в смысле во всех главах или, ну, главах Корана, наверное, которые были сказаны в Мекке, да? Асиах уахэлли гамры То есть как бы разговоры, речь идет о нечто совсем другом. Совсем другом. Правильно, правильно. Уахэлли гамры Мухаммед беац муаммар имеш лахэм сафэг Так, окей. Мухаммед беац муаммар имеш лахэм сафэг Да, ну, Мухаммед сам сказал, есть ли у них сомнения. Да, что если у вас есть сафэг, да? Окей, ну дальше Мухаммед якобы это я говорю. Хорошо, Мухаммед сказал, так говорит Раф, да? Он сказал, что он сказал? Если у вас есть сомнения, то обратитесь. Если у вас есть сомнения в словах или как понимать слова Бога, что надо делать? Обратитесь к тем дальше. Что такое Мишиу Нигла Элеем? Которым он сначала явился? грубо говоря к евреям, то есть если у вас есть если у вас есть сомнения в том, как понимать слова всевышнего, обратитесь к тому, кому он открылся как бы впервые изначально, да? Если то есть евреям? Это говорит о том, что... Нет, он говорит, то есть, то, что сейчас говорят о том, что, или сегодня сейчас говорится в наше время о том, что ислам призван или пришел, что сделать? заменить да, лахлиф от яадут иудаизм дальше как перевести? Прошанут толкование, то он говорит, что это очень может быть, что это как бы более позднее толкование, да? которое находится в Коране, да? Дальше. в Коранглазе когда в Коранглазе кандам на лазе левне кэд шам и от шана хахам ихад в Тайман. Ну, да. Да. Какой-то мудрец Пришествовало этому 900 лет назад. Хахам, мудрец, один в Таймане, которого зовут Раби Натанаэль Альфиуми, который назывался Ганасхалин. Мудрость просвещенных, умных, разумных. Я думаю, что-то на эту тему. Дальше. Раби Натанаэль Альфиуми в Таймане, который таким образом объяснил. Объяснил, как, что он внутри или что он заменяет. Может быть, дальше будет понятно. Мне как бы не очень понятно. Что такое «бнесех»? Ну, «дети беседы». Ну, «дети беседы», да, видишь, это слово «бена», но служебное, правильно? Как «бне израиль» не переводится. Дети из... Ну, пишут иногда по-русски «на я израиль». Ну, вообще, это израильтяне, понимаешь? «Бне из всех» – это, как это по-русски сказать, мои собеседники, по-видимому, да? А слово «диспутник» невозможно сказать «диспутники», но, наверное, мои собеседники в Дубае, они очень заинтересовались, правильно? Я пишу лекабелю то. Здесь мы говорим о чем-то по-другому. Да, здесь мы говорим. Да, дальше. Мы говорим о споре внутри семьи. Да, мы говорим о споре внутри семьи, но опять будет понятно. Семья, как бы, мне не очень понятно. Семья имеет в виду, как бы, евреи и шмельтяне, арабы – это одна семья. Либо это у них внутри одной семьи, у них, как бы, ведется некоторый спор. Как он сейчас приведет пример, как, например, в Нацруте, в христианстве тоже есть различные подходы. А, он говорит, окей. Это в противопоставлении христианству. Да, и это противоположно тому, как это в христианстве, которое бэр-ахроза, то есть, как бы, демонстративно заявляет. Захрис – это публично заявлять, да, которое публично заявляет о том, что она заменяет иудаизм. Но это раф проводит некоторое мнение о том, что в исламе это одно из мнений. То есть, есть такие мнения, есть такие мнения. И это не так. Это в христианстве, в котором, как бы, такого мнения нет, да, что христианство находится внутри, как бы, иудаизма, это знаете. А оно просто, как бы, заявляет демонстративно, открыто, что христианство пришло, призвано заменить иаду. Дальше. А ислам имец гамкен имда дома. Имец – это как перевести? Имец, имуц – это опекунство, это взять кого-то в опекунство. Но по-русски, вот я сейчас быстро пытаюсь найти это слово, как это называется. Он, в смысле, приспособил для себя. Вылетел из главы слова, которое правильно сказать по-русски. То есть, он взял для себя эту точку зрения. Хочешь сказать сейчас, что в исламе есть разные точки зрения. И кто-то вот принял вот эту точку зрения, которая принадлежит христианству, да. О том, что это призвано Элахли. Но это не было так вначале, да. Это не было критично вначале. То есть, идея, это я, как бы, мой комментарий, как бы, наоборот, идея такая. Что с самого начала возникновения христианства было важно Эхрихи. То есть, было необходимо изначально заявить о том, что христианство, ну, отвергает иудаизм, или призвано, во всяком случае, Эвола Ахлиф. А в исламе этого не было. И это проявилось дальше, как одно из мнений. По-моему, мы правильно понимаем. Да? Дальше. Лахен ешлану тиква. Лахен ешлану тиква. Поэтому у нас есть надежда. Поэтому у нас есть надежда. Я хочу понять, что ты не можешь понять. Да, в перемешек, у меня есть задержка. В продолжении, да. В продолжении вопроса Адар. В продолжении вопроса Адар, да. ОК. Я хочу понять. Хочу понять, какая цель твоя, уважаемая Равшевка? Да, 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 да. Дальше. Да, мама Тараш Лохаба, мебгашима, или какая у тебя, как бы, идея, или какая задача в этих встречах? Дальше. Да, да, он говорит, что это мебгаш интеллектуальный, или вы видите, что это мебгаш интеллектуальный, и Моторал, и Агела, и добру всех. Да, это просто интеллектуальные встречи, или... Или, да, или все-таки идея о том, что прийти к каким-то... Ну, он не говорит слово «практически», но, по-моему, это близок там, может сказать... Или, то есть, встречается интеллектуальный, обсуждает вот какая-то книга, которая была 900 лет назад, какой, можно сказать, комментарий. Это один подход. Или он говорит подход такой, что вы действительно хотите предложить как бы некоторый новый подход, да? Да. То есть, задача в том, чтобы начать какое-то... Ну, и добру по-русски это собеседование, в смысле общий диалог, да? Да. А, ну и, понятно, приводит некоторые практические как бы цели. Ну да, чтобы прийти к некому в миру. Ну да, и даже, может быть, к тому, что это приведет к миру между религиями. Он говорил, ну да, смотри, как сказал философ Руссо. Руссо, но я не говорю якобы, наверное, если раб говорит, надо сказать, я этого не слышал. Ну, кто я, раб? Если раб говорит, так оно и есть. Руссо сказал, да, что... Только когда у евреев будет свое государство. Тогда мы тогда поймем, что им есть сказать. Ну да, сейчас мы возвращаемся к некоему международному обществу. Да, вот Киила – это типа сообщество здесь, да? Международное сообщество, правильно. Есть у нас беседа. Ну, у нас есть собеседование. То есть у нас как бы есть с ними как бы общие договоры, да, окей. Зе ховатейну ацмутит шилану. Зе ховатейну ацмутит шилану. Которое обязывает нас... Ну вот ацмутит – это вынесено было в заголовок этого интервью. Ховатейну ацмутит. Ацмутит от слова, ну, как бы, мощное, важное. Ацмутит, да? Ховатейну на наше важное, ну, не знаю, слово сильная задача, по-русски нельзя сказать. Ну, важная задача, да, какая? Потому что сказано, вы не в руху бэха, коль миш походу Адама. Потому что сказано, вы не в руху бэха и благословятся в тебе, коль миш походу Адама. То есть, как бы, задача была поставлена изначально, окей? Он отбивает на то, что... Кто-то его мягко спрашивает, слушай, ну, а почему вообще все эти разговоры? Вот только есть какой-то практический смысл. Он это отбивает и говорит, слушай, задача была поставлена изначально. В Небраку бэха, коль миш походу Адама. Я не придумал этого. А, ну да, вот он и сам и говорит, взяло амцам и ухэры. Это не последующая... Амца – это придумка. Он говорит, амца – это тот, кто что-то придумывает, да. А, изобретение вот еще, да, амца – это еще изобретение. Ну, от слова линцова понятно, да, мы ухэры. Это говорит, что мы сегодня в положении, когда мир мецапе. Мецапе – это ожидает от нас. А, ожидает от нас. Ожидает от нас, что нам есть сказать. Ну, тогда доходный период не очень гладко, но идея понятна. То есть мир ждет от нас исполнения того, что было сказано с самого начала. Сейчас, когда у нас есть государство, и опять откатывая Круто, Круссо слегка, Руссо сказал, что когда еврея будет гусарств, тогда они поймем, что им можно сказать. Поэтому мы сейчас говорим, но то, что мы сейчас говорим, и то, что я пытаюсь как бы говорить и делать, это не моя выдумка, а это была изначальная постановка задачи. Окей? Становить мир с арабами, чтобы прекратилась война с ними и так дальше. Он говорит, что это также важно и для вообще западного мира. Почему? Да, почему? Потому что западный мир, да, спрашивается себе. Каким образом следует противостоять, скажем так, да, противостоять? Чему? Варварам исламскому, да, варварству, правильно. Ну, нападает, поражает, как угодно, да? Не только нас, но их тоже. Дальше. Да, он говорит, что это бецем, то, что сказал, бецем, амар, то, что сказал глава правительства наш. Да. Что мы как бы это голова стрелы. Ну, голова стрелы, в смысле, что мы как бы, ну, впереди. В авангарде. Как не говорят, мне сказать, что я стрела. Мы же на переднем фронте, да, в борьбе между Товлера. Да, в борьбе между добро и злом. Правильно. Мы как бы воюем за весь мир. Да, мы воюем за весь мир. Правильно. Ну, да, ясно, что... Говорит, что внутри вот этой бенезгарды, этой войны речь не идет только о том, что война ведется стратегическими, ну, то есть как бы военными способами, что есть другие аспекты. Он говорит, что я тоже участвую и выношу свой вклад, как сказал глава правительства, да, о том, что вношу свой вклад в том, чтобы вот, видя, снимите переговоры, видя, снимите собеседование. Но также и в смысле торбутивы ирки. Торбутивы ирки. И также в смысле культурном и ценностном. Торбутивы и культурном эрах – это ценностно. Исверки – это ценностно, да. Если кому-то непонятно, ну, не какое-то, может быть, слово, ну, или вообще общее, о чем мы как бы говорим, либо мы что-то не так понимаем, пожалуйста, говорите. Мы остановимся, будем обширать дальше. Бехлет маньян, он говорит. Бехлет маньян. Да, интересно. Так, и действительно интересно. И обращается к человеку, которого зовут Гидон. Вот это, по-моему, вот этот вот человек в коричневой рубашке. Милто маком шиламирашилха. Ну, да, 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 вместе. Ну, как бы тоже по-русски совсем коряло. В смысле, вот как раз на ту тему, что ты говоришь. Дословно меотом маком шиламирашваха. Из того места твоего висказа. Да? Лаэлло митох маком шил наивиут. Вэлло митох шиланой наивиут. Вэлло митох шиланой наивиут. И как бы не... И неизнаивный. То, что я сейчас спрашиваю, я как бы продолжаю твою, твою идею. То есть, то, что ты говоришь. Я не как бы считаю, но он, видимо, парирует то, что сказала эта вот женщина-ведущая, которая назвала как бы это наивностью. Он говорит, что я как бы не считаю это наивностью. Я хочу продолжить то, что ты говоришь. Ну, по-видимому, такое начало, следствия о том, что он таки да, будет продолжать линию той, которая говорила, что это наивность. Так он хочет сказать, что он не как она нападает, а что он продолжает из того, что говорит Самар. Ну, посмотрим. Что также и в отношении вот этой организации оппозиционной, да, сирийской. Так что у Камбе Альпайн-Чайсера, который... Которая поднялась вот в 2019 году. Кам, это встало, но опять по-русски невозможно сказать, организация встала, которая образовалась там, вот что-то такое, да? В 2019 году, дальше. Я напоминаю тебе о чем? О гражданская война в Сирии. Шиетхила левны шаним работ. Правильно. Он говорит, я даже тебе не говорю об этой... Я не говорю об этой гражданской войне, которая была в 2019 году и которая послужила тому, что вот образовалась эта организация, образовалась организация сирийской оппозиции в 2019 году. Он говорит, бон эле ха хора. Ты хочешь сказать, какие корни вообще этого конфликта? Он говорит, бон эле ха хора. Давайте пойдем назад. Арбели фны. Арбели фны. Арбели фны с кем и Авраам. Задолго до, это называется, договоры... Авраамский сын, да. Известно, да. Началось с того, что там Бемиамин Атаньяу, Биби, он приехал. И, в общем, были там разговоры о том, что сделать союз с Аудовской Аарат, с Эмиратами. И по следам этого Раф Шерки туда и поехал. И он говорит, что задолго до этого. Что задолго до этого? Что задолго до этого? Бытоха интересим. Каму кан бритот бомизраха тихон. И не за, искоря из интересов, а имеется в виду, как бы, общие... Ну, как сказать, общевыгодных интересов. А, взаимных интересов, да. Каму кан бритот бомизраха тихон. Ну, да, в Сталине появились здесь союзы. Образовались опять каму... Не сказать по-русски, но опять он подставляет слово каму, как кама эргон, опять каму кан бритот. В смысле, что образовались, стали создали, старт, бритот, союзы на Ближнем Востоке. Этот, видимо, мужик, он... Не, не мужик, а этот один из участников беседы. Вот, он, по-видимому, как бы, человек такой стратегический, арабист и все. И он хочет сказать, что, как бы, ну, то, что говорит Раф Шерки, в этом, как бы, ничего нового нет. Может быть, даже проводит линию, что не надо, мол, такую некоторую религиозную, как бы, закваску всему этому давать. Он говорит, как бы, ничего нового в этом нет. Чудо того, как начался вот этот брит Бне Авраам, и из-за которого ты приехал, Раф приехал и стал разговаривать. Тут на Ближнем Востоке давно были всякие союзы, между собойчики. Ну, как бы, понятно, да? Не связаны с такими вот этими глобальными идеями, про которые говорит Раф Шерки. Дальше. И дальше перечисляет. Ну, вообще-то, Раф Шерки говорил про то, да. Ну, между Курдами. Он говорит, что вообще-то все это было, исходя из, как бы, из интересов двух сторон. Какие? Бенену левен Курдин. Между Курдами. Между нами и Курдами. Дальше. Бенену левен Иран. Между нами и Ираном. Между нами и Ираном. То есть, видишь, как ничего нового в этом нету. Бенену левен Атурки. Между нами и Турцией. Да, правильно. Вот 200 ахероп. Группы. Да, между другими группами. Да, правильно. Брит интересен. Брит интересен. Что этот брит, он какой? Своим заинтересованности. Правильно? Брит интересен. То есть, он проводит, понятно. Я предлагаю только за их словами, которые они говорят. Понимать, какое у них направление. Потому что я ведусь довольно вежливым по отношению к раввинам. Но мне кажется, он проводит такой линии. Он говорит, что не надо ему так высоко гробарбарать. Идеологию, религии, Коран, христианство и все. Что тут уже давно вообще были всякие союзы. Исходя из общих интерес. И приводит между кем и кем. И какая, для чего они были? Ну да. Для чего? Для того, чтобы лицо Ркан – это Ишуд Хадаша. Для того, чтобы создать Кан, какое-то некоторое новое. Ишуд имеется в виду… Реалию. Что-что? Реалия тут переводится. Даже не только бы реально, сколько… Когда говорят Ишуд, это означает, что, в общем, некоторый орган, некоторый совет. Ишуд от слова «иш». Ишуд – это в смысле некоторую ассоциацию. Вот некоторую такую ассоциацию. В которой… Ну или говорит… Сейчас. Итмудэдут имма Итгарима Хирим. Или для того, чтобы совместно противопоставлять, противостоять Итгарима Хирим. Другим вызовом. То есть эти вот союзы, о которых он говорит, вот эти между нами, курдами, между нами, они ставят с тобой задачу, в общем, такую практическую очень. Совместно противопостоять некоторым общей опасности. Ну вот так я это понимаю. Дальше. Вадай, 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 израхим сурьям, ше наенку, ми мелхемет израхим. И, конечно, это сирийцы. Наенку – это означает стинали. Стинали – от мелхемет израхим, от гражданской войны. Да, правильно. Умёт Аллафим Шеннерцеку. Так. И многие сотни тысяч, которые погибли. Но он говорит про ужасную гражданскую войну в Сирии. Дальше. Дегам Ахирим. Другие в других местах. Другие в других местах. То есть он говорит, что вот это понятно, в чем была проблема. Что были ужасные либо гражданские войны, либо какие-то конфликты, которые уносили огромное количество жизней, вот, и которые пытались вот этими союзами как-то разрешить. Он говорит, они лоб и ток шельмаком наивиют. Ну, как бы, не... Ну, я говорю, не по наивности. Я не по наивности. То есть мы сейчас видим, что он хочет поддержать Рава Шерфе, но он, как бы, говорит, что я не по наивности. То есть, как бы, в каком-то смысле соглашается с тем, что говорила вот та предыдущая женщина, что Рав, как бы, наивно читает. Но он говорит, нет, ну, я, как бы, согласен с тем, что говорит Рав, но, как бы, в этом нет никакой наивности. Поэтому он сейчас будет вести о том, что в этом есть просто взаимный интерес. Не с точки зрения чистоты, что я, как бы, вижу в будущем, да, или, там, предсказываю, что в будущем... Опять, он уже несколько раз повторяет одно и то же, и мы хотим понять, что он дальше скажет. Не из-за наивности, а что? Не из-за того, что все любят нас. То есть, наивность, это предполагает, что они все любят нас. Он говорит, я не считаю, что они все любят нас. Ну, хорошо, еще одно слово. Да, он говорит, я не по наивности, да, что можно, да, Бехлет, можно здесь что-то сделать. Тут действительно можно что-то создать, иметь в виду, иметь создать вот эти вот союзы ассоциаций, несмотря на тот хаос, который происходит. Хаос но хахи – это, ну, как бы, хаос современного положения, правильно? Угу, окей. Вы бы не как гамот леванон. Вы бы не как гамот леванон. И пойдем сейчас так же вывать. Ну да, и давайте возьмем, к примеру, леван, дальше. Леванон, шенаянекет тахат, ол ошелах избалла. Леванон, шенаянекет, я думаю. Подвигом. Ну, которая страдает, которая страдает, да, наенах, человек, который вздыхает и страдает, которая страдает под ол ошель хизбалла. Хизбалла, да. Оль – это ярмом. Вот, как бы, ну, ярмом. Ну да. Хизбалла, да. Незаким, шенеграммин, веоот играмм. И теми, ну, как бы, ущербами, которые уже были причины, которые, что-то как сказать, веоот играмму. И которые будут приничины, да, причинены. веоот играх мазьим шелах избалла. Ну, веоот играх мазьим шелах избалла. Нохах – это из-за того, что не будет хизбалла. То есть действие хизбаллы, придают к тому, что Левану уже был причинен, как бы, ущерб. Ли даже не хочу, чтобы она пострадала. Ибо он дальше страдает. Есть группы в Леване, которые не хотят к хизбаллу. Правильно. Ну да, то есть дальше. Но, как бы, итог тому сказали, Ну да, это что-то. И это требует много... Много терпения, лет терпения. Да, многолетнего терпения. Ну, это интересное слово «Лэмонеф». «Лэмонеф» от слова «манов». «Манов» – это кран. Но в том смысле, что «манов» – это по-русски продвинуть. То есть по-русски это двигать, а на иврите «Лэмонеф» – это как бы поднимать. Но это от слова «кранить» так невозможно перевести. Но вообще это от слова «лэмонеф». «Лэмонеф» – это очень слово, которое в современном... Ну, вообще, в иврите, в современном ведь очень-очень говорится. В смысле, что это надо... По-русски лучше сказать «продвинуться». Для того, чтобы это... Продвинуться, в смысле, вот эти вот идеи. «Аваль тискор» Да, но вспомнили. Да, говорит, «Тискор» помяни, вспомнили, имей в виду. Что интересы не управляют всем миром. Да, и они же вежливые люди, правильно? Говорят тут вежливо. Потому что обычно в группу она говорят гораздо менее вежливые, гораздо более, что называется, ботые. То есть предыдущий, поправьте, если я неправильно или не так понимаю. Но вот этот предыдущий человек, он как бы хотел снизить всю эту рамку, то, что говорил «Рав Шех». Он сказал простым словам, «Рав загибает слишком сильно. Идеология, религия, Брит, Авраам, Ишмайля, есть интересы, местные интересные, эти союзы, эти с этими, с этими, для того, чтобы решить совместно какие-то общие проблемы». Как бы не может это так оставить. И он ему говорит, вообще говоря, мир не управляется одними только интересами. Как он дальше это развивает? То есть если ты не возвращаешься к корням? К корням, правильно. Потому что предыдущий оратор, его идея в том и была, что не надо так вообще копать. Там в Библию идти, в Тору, как вы религиозно говорите. Это все на поверхности лежит. И приводился для примера. А что Рав, он как бы подрубает под корень вообще его деятельность. Для того, что он говорил, он говорит, нет. Это речь идет не только о вещах, которые везут на поверхности, а речь идет о каких-то корневых проблемах. Да, дальше. Да, ну Шарашим какие? Торбутим, эмануин. Культурные и веровательные по-русски. Смотри, религиозные. Шеля сихсу. Культурные и религиозные основы. Конфликты. То есть Рав продолжает как бы утверждать о том, что конфликты не связаны только с как бы, я хочу сказать, мелкими, не связаны только с некими практическими интересами, которые мы видим на поверхности. А что речь идет о корнях культурных и религиозных, которые являются основой этого конфликта. Дальше. Миши Икбар за ассия хаагрессиви. Тот, который превозможет. Ну, превозможет, то есть высокое слово. Тот, который, ну, победит, или тот, который, как бы, будет наверху, да? Это тот, который ведет сия хаагрессиви. Это тот, который ведет, ну, такой агрессивный диалог. Дальше. С которым мы стараемся ему противостоять. То есть он имеет в виду, что, скажем, джиад, мусульманство, вот это вот такой резкий воинственный подход, они у них очень агрессивны. И он, и их вот этот агрессивный подход, он из-за этого, из-за этого, он является главенствующим. И мы пытаемся с ним как-то соотнестись, бороться. Ну, да, окей. И он говорит, поэтому очень важно, да? Очень глубоко важно, да. Мишор – это вот на уровень, да? На уровень тоже, и на этот уровень тоже. Ну, то есть, грубо говоря, простыми частыми словами, да? Предыдущий человек, который сидит справа, да? Он сказал, что, послушай, ты очень, как бы, хлопаешь глубоко, это все очень понятные практические интересы. Мы их пытаемся разрешать, как их разрешали раньше, этими союзами. А что Раф ему сказал, это не совсем так. Почему? Потому что на самом деле внутри этих проблем, да, лежат корневые, как бы, корневые проблемы, которые эти конструкции невозможно решить, только поверхностно. Почему? Потому что они уходят вглубь. И тот, кто агрессивно нам противостоит, это именно те, которые ведут такой агрессивный диалог. Тогда этот сейчас, он идет на компромисс. Что он говорит? Мехуяв льет, гамбы, гамбы. Да, он говорит, мехуяв льет, гамбы, гамбы. Может быть, так и так. Ну да, мехуяв – это обязан быть и так, и так. То есть, он как бы немножко отполз назад, да, и он как некий компромисс. То есть, что означает? Означает, что он говорит, ну, да, хорошо, окей, я согласен. Надо заключать такие практически вот эти союзы, которые помогают им другим сторонам. И вот очень понятно по-человечески, как бы вообще-то ничего нового нет. Ну, он говорит, хорошо, то, что ты говоришь, конечно, тоже очень важно. Окей. Есть вероятность для встреч дополнительных. Да, цепи, цепи – это вот лицпот, лицпот, да, Назар Ацофин тут, да, гора стопут. Лицпот – это, ну, да, лицпот в смысле предвидения. По-русски надо было бы сказать, есть как бы ты видишь или ты можешь узрить другие встречи, но более простой язык – это так, как ты перевел. Да, действительно, можно предположить, что будут дополнительные встречи. Анашим Нософимши и Цру и Тхакеши. Которые разорвут. Нет, другие люди, которые и Цру – это создут, которые пойдут с тобой на контакт, дословно. И Цру и Тхакеши – это контактировать, которые, ну, как бы, пойдут с тобой на контакт или создадут с тобой контакт. Ну, на что ровут Киране, они там не в Гашкием оппозиции ранят. Ну, да, встречался также с оппозицией ранской. В Гаммишлахат ми Марокко. Также посланцами из Марокко. Ну, да, Мишлах – это делегации. Также делегации из Марокко. Есть также страны, о которых запрещено здесь говорить. А, есть страны, которые вообще, ну, как бы так, немножко с юмором говорить, да, есть страны, которые, вы понимаете, как сейчас нельзя прямо так их называть. Это «Отворимка» и «Амим». Ну, да, существуют такие вещи. Ну, да, то есть он говорит, вещи как бы происходят. Он тут спрашивает, ну, такое, говорит, будет, но он ему сказал, не говорит ему, слушай, завтра у меня одна встреча, пусть я в другая встреча. Он говорит, смотри, это не на пустом месте. У меня были такие встречи, такие встречи. Ну, вообще, есть какая-то атмосфера, а нет, тут происходит. Действительно интересно. Ведущий говорит, да, это действительно очень интересно. Да, вот тот человек, который сейчас говорит, он кому-то известен, кто это? У меня вдруг вылетело имя его. Кидар. А, Моти Кидар. Это известнейший человек. Вот, Моти Кидар. Моти Кидар признанный арабист. Ну, единственное, можно сказать, что он арабист некоторого предыдущего поколения. Ему сейчас на смену приходят другие. Такой и Хескель есть, который очень, не очень, под него создан просто 24-й сейчас канал. Но, тем не менее, Моти Кидар очень, если вы наберете в Гугле или в Ютьюбе Моти Кидар, вы получите сотни интервью, которые он давал. Сотни интервью, которые он давал, он религиозный, ну, у него вязаная кипа, он религиозный, религиозный сионистский, и он, естественно, придерживается правого взгляда. Он сейчас, поскольку он в ресторе сидит, либо мы его не видели, его пригласили, он будет следующий после Равшерки, он говорит о том, что добавляет свое, что вообще есть группы в WhatsApp, он говорит, про которых Равшерки тоже наверняка знает, у которых вообще никакой идеи Ну, да, у которых нет никакой проблемы общаться с израильтянами. В ДКМ и там до всех. И существует... И висит с ними диалог. Но, смотрите, опять за кадром, понятно, слух, который как бы настрадит, они как бы все говорят, они говорят слова, которые можно дословно перенести. Но понятно, что у них внутри как бы есть такая некоторая прозрачная ткань. Мы говорили, вот тот человек в коричневом, который нерелигиозный, он как бы пытался сбросить планку и сказать, ну, послушай, то, что ты говоришь, не надо так копать в Библии, в Танахи, и все, все на поверхности все эти союзы, мы этим занимаемся. И Равшеркин ему сказал, нет, ну, это все-таки не так, он глубокие проблемы. Сказал, да, ну, хорошо, можно и так, и так. Теперь приходит другой человек, который должен себя тоже как-то позиционировать. Поэтому он говорит, он не говорит, что Равшеркин, все, что ты говорил, хорошо, но у меня тоже что-то есть. Он как бы говорит мягко, он говорит, смотри, ну, не видишь, ничего нового в этом нет. Ну, он говорит, смотри, как бы, то, что говорит Равшеркин, что в группе в WhatsApp, люди разговаривают. Я думаю, что как бы идея такая, что Равшеркин сказал очень правильно. Но вообще, как бы, есть группы в WhatsApp, и я с ними разговариваю. То есть, как бы, тема, тема, ничего супер нового в нем нет. Дальше. Какой-то Мустафа Рашерк. Один из которых ведет вот такие беседы в этих WhatsApp, это вот некоторый Мустафа Рашерк. Мицри, Богер, Аэль Азад. Не знаю, что такое. Богер, в смысле, выпускник, выпускник вот этого Эль Азара, они, наверное, знают, о чем идет речь. Наверное, университет какой-то, или что-то такой, да? Ше Йоде, который знает, ну, или, наверное, что Алякса, она вообще-то не в Иерусалиме. Ше Эль Акса бихладло в Иерусалиме, но Элякса вообще не в Иерусалиме. У Канайта район Азэб, и у Иерусалиме район Азэб. Ну, Канадас, он купил эту идею, в смысле, что он заимствовал эту идею, да, и теперь он ее продвигает, эту идею. Да, говорит, что это вообще Аль-Тим, Макурот Исламим, но Афи Мотикеда, что это в соответствии с источниками сульманскими, да, не просто то, что Мотикедар вам тут говорит. Но этот самый, тот, который идет в интервью, он как бы говорит, а, так ты хочешь сказать, что говорит Азаси Ахкаян, он говорит, так а что, а что вообще, да, так беседа, что происходит, а тут его, значит, Мотикедар ему говорит, ты виновен, послушай. Он говорит, ну хорошо, очень интересно. Берега, что он говорит, что Макурот Исламим, он говорит, шатия, в том, сипура Палестин. В тот момент, да, почву выбиваешь. Правильно, когда ты говоришь, что Элякция вообще не в Иерусалиме, ну, дословно вытаскиваешь ковер, ну, или там, как это по-русски, подрываешь почву, или что-то такое, да, из, то есть, как бы, разрушаешь основу всего палестинского сипура, потому что он весь построен на Элякция, а если вдруг, вот этот мусульманский заявляет о том, что это вообще в соответствии с источниками в Коране, Элякция не находится в Иерусалиме, вообще не о чем разговаривать. Все, они заканчивают, он говорит, как это перевести? Да, Да, он говорит, это не то, что ты говоришь, дальше он будет дарить Раву Шерке. Раву Шерке, тадараба, да, большое спасибо. Тадарабата Шибатейлей, ну, спасибо, что пришел к нам. Спасибо, спасибо. Все, на этом закончили. Ну, все, хорошо, замечательно, мы, как бы, отстреляли это, может быть, это было в этот раз, это интервью немножко сложное, почему? Следующие, я думаю, будут более простые, потому что здесь Рав Шерке не один говорил, и он, как бы, ну, как бы, вынужден отбивать то, что ему говорили, может быть, это было нам интереснее переводить и понимать, но с точки зрения перехода это было не так просто, когда он просто один человек говорит, и все, есть отдельные вопросы. Если у них было некоторое круглое слово, где они говорили. Но я думаю, что мы, как бы, более-менее справились с этой задачей, в общем, поняли, о чем идет речь. Хорошо? Ну да, я бы сказал, что мы не дали свою идею. В следующие разы есть подборка интервью Рава Шерке, они более простые, потому что он там один на один говорит с тем, который берет у него интервью. Ну хорошо, мы на этом тогда закончим, правильно? Да. Если у кого-то будут вопросы, те, которые будут смотреть записи, пожалуйста, пишите свои вопросы, можете в комментариях в YouTube или в чате нашим в чате, в Telegram, будем на них отвечать. Все? Тогда замечательно. Тогда мы на этом останавливаемся. Всем счастливо.